Русские новости Путинский режим собрал всех своих подонков для того, чтобы в последний раз, в последнем пароксизме Все-таки зацепиться за власть, захватить ее и уничтожить Россию Это их просто какая-то вожделенная цель Истребление народа российского, русского народа, государства образующего и России Видимо, действительно, для того, чтобы эта цель была достигнута, надо собрать всех бесов, которые только существуют в мире или в России Один бес снимает фильм Путин Другой бес в Центральной избирательной комиссии считает, что во время избирательной кампании этот фильм вполне достойно показывать Несмотря на то, что он грубо нарушает равенство в средствах агитации Ну а всякая челядь придворная, придворная сволочь Высказывается против основного конкурента, нынешнего главбеса Владимира Путина Высказывается против Павла Грудинина И вот один из очевидных подонков этого режима Господин Хинштейн, многие годы подвязавшийся на ниве русофобии, ненависти, подлости, всякого рода заказухи Всякого рода заказных грязей в печати, выползает И вот объявляется на Центральном телевидении для того, чтобы снова полить грязью Павла Грудинина Как делают все остальные его подельники, все негодяи, собранные путинским режимом Хинштейну дают слово, якобы он является каким-то особым специалистом по обманутым дольщикам Якобы этих дольщиков стало намного меньше Что деньги вернули? Да никому никто никаких денег не возвращал Разве посадили кого-то из этих негодяев, которые ограбили тысячи и тысячи граждан? Да нет, им дали спокойно исчезнуть И за счет государственного бюджета, за наш с вами счет, стали компенсировать что-то обманутым дольщикам Они исчезли? Нет, их полно И оказывается какое-то отношение к обманутым дольщикам имеет Павел Грудинин Ни малейшего отношения, ну просто ни малейшего И вот этот подонок, этот выродок, в полной мере выродок, негодяй Хинштейн вылезает на Центральное телевидение с поклепом на честного человека Каковым я считаю Павла Грудинина Все они оказались акционерами, владельцами крупного бездна По 25% подсказывает мне мой бывший главный редактор Друзья мои, знаете, это как в анекдоте Ты или трусы одень, или крест сними Ну это вот прямо Хинштейн про себя Ты крест-то сними, выродок А трусы можешь не одевать, не надо Ходи без трусов, ты вот без совести ходишь Поэтому тебе можно и без трусов Ты кандидат от коммунистов, который выступает за честность И хочет брать пример с таких людей, как Харитонов И равняться на Лукашенко Либо ты миллиардер, у тебя шикарный бизнес Ты постоянно, как Павел Николаевич Грудинин, летаешь за рубеж А если вы посмотрите количество его перелетов по миру То я вам скажу, что вы просто, извините за резкость, ошалеете Поскольку я вообще не знаю, когда он бывает в Москвевской области Видите, какой негодяй оказывается Надо быть негодяем, надо быть с Путиным, с Хинштейном Со всеми этими Леонтьевыми, Соловьевыми, Шапирами и так далее Со всей этой мафией, этнической мафией, которая захватила нашу власть Нет, у коммунистов должны быть только честные люди Но раз ты миллиардер, на самом деле, конечно, никакой не миллиардер Грудинин бизнесмен, предприниматель То все равно, в любом случае, ты должен быть вот в этой кодле негодяев Вот туда зовет к своему негодяйству Хинштейн И говорит, как же так, ведь ты же летаешь по миру Это же вообще, ты должен просто вот зарыться носом в землю Раздать все, что у тебя есть И голым сидеть с задницей на своих клубничных грядках Вот что требует Хинштейн Приличный человек должен быть нищим А он-то сам, конечно, не нищий Обслуживая эту власть десятки лет Конечно, он не нищий Он говорит, мы подлецы, вот к нам подлецам давай Тогда ты вот с нами, с подлецами Ты можешь ездить по миру куда угодно Ошалевать просто от безумия своего Так вот, хочешь ты жить красиво, роскошно Увлекаться, наслаждаться жизнью Так никто же тебе не мешает, Бога ради Предаваться разврату, духовному, телесному Вот то, что ты должен делать Но ты не должен выдвигаться от КПРФ Если ты вот, мы считаем, ты наш, иди к нам Ты наш, буржуинский Да нет, Павел Грудинин не ваш Не ваш, он наш И вот заметим некоторый момент в выступлении Хинштейна Он обладает информацией, которой не вправе обладать Каким образом он получил результаты слежки за Грудининым И кто эту слежку осуществляет? Ну вот вы, свободный человек, кажется вам, что вы свободны Вы ездите за рубеж А за вами кто-то присматривает Считает, сколько раз, куда вы выехали С какой целью выехали По бизнесу вы выехали Или отдыхать вы выехали С кем вы выехали За вами следит большой брат И вот этот подонок Хинштейн Нанят этим большим братом И он обладает той информацией, которую вот сейчас вывалил Оказывается, за каждым гражданином России Ведь Грудинин не собирался быть кандидатом в президенты Ведется тотальная слежка И эта слежка приводит к тому, что такие выродки, как Хинштейн Получают информацию для своих грязных публикаций Для своих грязных высказываний Для своей грязной жизни Которую они пытаются перенести на жизнь любого человека Заглядывая к нему в спальню Заглядывая в замочную скважину И отслеживая все, что только можно отследить Именно такой информационный мир, как его называют И готовит нам Путин, Греф, Чубайс И вот эти вот мелкие подонки Которых выпускают обслуживающий персонал Гнусного режима имени Путина Ну ты тогда не говори, что ты от коммунистов Что ты за пролетариат родовое крестьянство И как минимум, я обращаюсь к товарищу, господину, гражданину Грудинину Павел Николаевич, ну у тебя столько денег Ну ты рассчитайся с этими сотнями, сотни бедолаг Пока они еще живы Там все пенсионеры Видите, какая подлость Оказывается, есть некие сотни бедолаг С которыми почему-то Грудинин Какой-то миллиардер, оказывается, должен рассчитаться У Грудинина нет этих миллиардов Иначе он бы бросил сейчас их на избирательную кампанию Чтобы заткнуть рот вот этим ублюдкам Чтобы как-то отбиться Ну нет, не на что отбиваться Поэтому к нам, гражданам, указывая на этих негодяев Необходимо говорить, что вы лжецы, подонки Мы ни одному слову вашему не верим Всему вашему телевидению не верим И любого придурка, которого Путин выпускает против Грудинина Мы считаем конченным негодяем Конченным подонком Выродком человеческого рода И Хейнштейн является именно таковым Потому что лжет на каждой секунде Каждым своим словом оскверняет наши уши Наши глаза не смотрели бы на него Настолько это мерзостное, отвратительное существо И когда там, вы приводите примеры А когда женщине запретили, например, мужа хоронить на территории совхоза Сказав, что даст разрешение там захоронить Только когда паи его отдадут Это вообще какое-то вранье Во-первых, никто из совхоза не может выдавать какие-либо разрешения на захоронение Есть соответствующие службы, которые не подчиняются никоим образом Вот почему-то решили, что как-то вообще можно связать какой-то паи с захоронением С какими-то ритуальными услугами Это вообще не имеет никакого отношения ни к совхозу, ни к Грудинину Но вот эти негодяи, они все готовы, любую человеческую проблему А их море Путинам и его негодяями создано огромное море проблем И теперь эти проблемы с больной головой на здоровую перекладываются И специалистами по перекладке являются вот эти Хинштейны Рассчитайтесь, товарищ Грудинин, совесть свою очистите, и вам будет легче Бессовестный человек говорит о совести Мы должны его слушать? Нет, мы должны прямо и говорить Хинштейн последний негодяй Такой же негодяй, как и Путин, и как все его окружение И как все путинисты, это уже просто выродки рода человеческого Которые и заставляют нас терпеть вот все то, что происходит здесь Продолжение ельцинизма в самых циничных, подлых формах Продолжение большевизма, ленинизма, сталинизма В превращенных формах, использующих еще и информационные технологии Против каждого из нас, против всей страны, против русского народа Кто такой сам Хинштейн? Давайте об этом поговорим Давайте, Хинштейн, поговорим про вас, про ваши подлости Какой вы негодяй, мы вот сейчас и обсудим Ну начнем с того, что, а что там, да, грудиный еврей, да? А вот кто это против него сейчас выступил? Против него выступил человек, отец которого Евсей Абрамович Хинштейн И мать Инна Абрамовна Регерер Это кто? Это не еврей, да? То есть это как бы свой своего не видит Да нет, это еврейская семья И с еврейским воспитанием Воспитала вот такого выродка Что нам делать? На всех евреев обращать это? А вот эти вот негодяи Все свое негодяйство хотят переложить на нас На русских Мы к этому не имеем отношения Мы не имеем отношения к тем подлостям, которые придумывают на ходу Хинштейны Хинштейн говорит как-то в одном из интервью еврейскому ресурсу Говорит, доставляли ли мне хлопоты мои еврейские корни? Существенные хлопоты? Нет Я вырос в относительно благополучное время И все эти процессы меня не очень-то касались Сказать, что мне никогда не приходилось сталкиваться с бытовым антисемитизмом Я не могу, конечно, приходилось Однако это не было чем-то страшным Тема антисемитизма в новейшей истории, как мне кажется, отошла на второй план В современной России эта проблема уже не стоит так остро, как, например, 20 лет назад Антисемитизм зарождается, когда человек начинает анализировать, почему так происходит Ну, действительно, когда евреи начинают анализировать, откуда это вот к ним недоброе отношение Вот тут и рождается антисемитизм Вспомним разговор наркома иностранных дел Молотова с премьер-министром Великобритании Уинстом Черчим на вопрос, как обстоят дела с антисемитизмом в СССР Молотов ответил, в нашей стране есть много евреев, которые занимают руководящие должности Ну, примерно, как Путин сейчас о гомосексуалистах, об извращенцах ответил иностранным журналистам А мы своих не считаем, в ответ на это заметил Черчилль Я вырос в советской абсолютно ассимилированной семье Ну, мы видим, насколько ассимилирован Все, что угодно ассимилировалось, кроме подлости, которая выделилась в какую-то специальную форму личности И эту личность мы видим в лице этого человека, которого трудно даже мне лично считать человеком В первый раз я попал в синагогу в 90-х годах Тогда мне было примерно 16 лет К нам приехали родственники из Израиля И мы решили их туда сводить К вере, к Богу и к самоидентификации У меня свое особенное отношение Не знаю, что будет завтра, но на данный момент я не чувствую потребности в том, чтобы принимать активное участие в жизни общины Приходя в синагогу, я не чувствую, что пришел к себе домой Все евреи по своей сути пассионарны, в противном случае они не смогли бы просуществовать столько лет в столь агрессивной среде То есть здесь ненависть к другим народам совершенно очевидна Ну, а то, что евреи остаются евреем, это, по сути дела, Хенштейн подтвердил Ходит он в синагогу или не ходит в синагогу Нынешний мир так устроен, что это и не обязательно Русский человек тоже остается русским Вне зависимости от того, ходит он в храм, молится или не молится Очень часто бывает, что те, кто молятся, на самом деле не являются русскими по духу А те, кто не молятся, как раз русскими и являются Это не правило, но это сплошь и рядом Потому что и церковь не та, и русские не те Ну, а евреи-то как раз все те же, те же На передаче «Эхо Москвы» у Леонида Розиховского, еще одного еврейского журналиста Один из слушателей высказался, и ему дали возможность высказаться по какой-то причине Почему я, вполне нормальный человек, становлюсь антисемитом? Посудите сами Вот приличные, грамотные, порядочные евреи уехали из России А нам оставили вот этого из Думы придурка Хинштейна Ну, как тут не станешь антисемитом? Хотя всегда с уважением относился и считал евреевым грамотными, порядочными людьми А что они сделали с Россией? Уехали, а нам оставили Хинштейна Розиховский подхватывает эту тему с большим удовольствием Это к вопросу о том, а что обсуждается, что не обсуждается И кто обсуждает вопрос антисемитизма Евреи и обсуждают, а вот русских как-то нет, у них другие заботы Итак, Розиховский Хинштейна избрали, насколько я знаю, не евреи, а жителей Нижегородской области Ну, это вот период, когда он от Нижегородской области был депутатом Государственной Думы Так что, в общем, в какой-то степени претензии к ним А может быть, к системе выборов, что происходит Почему столь недостойные люди появляются в Государственной Думе? А с другой стороны, я не буду лицемерить и не буду отделываться общими фразами Да, есть такие евреи, глядя на которых, я готов стать антисемитом Говорит еврей Розиховский Меня удерживает только одно Кто противнее таких евреев? Ну, допустим, таких евреев, как Жириновский Кто противнее таких евреев? Только антисемиты Представим себе, оказывается, антисемиты противнее любых семитов Любопытно Поэтому, хотя такие евреи, как господин Жириновский Вызывают у меня физиологическое отвращение Но антисемиты вызывают у меня еще большее физиологическое отвращение То есть, это ненависть к русским людям Которые по какой-то причине не то чтобы не любят евреев А как-то внимания на них не обращают Ну, а если евреи обращают внимание на это невнимание То тогда уж точно русский человек это антисемит Вне зависимости от его достоинств как человека Он антисемит, потому что он не нравится еврею Розиховскому или еврею Хинштейну Не важно Так вот, Хинштейн начал работать нештатным корреспондентом в газете Московский комсомолец в 1991 году Причем сразу после окончания школы То есть, таких людей еще в школьные годы замечают, помечают И привлечают сразу же после получения образования И на следующий год, то есть в 1992 году Он был зачислен в штат газеты То есть, не имея никакого опыта, никакого образования Он уже штатный журналист московского комсомольца В 1996 году Хинштейн поступил на заочное отделение Факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Который окончил в 2001 году Конечно, он там не учился В этом нет никаких сомнений, никаких знаний он не приобрел И студентом он не был Это была просто фикция А в 2007 году Хинштейн стал выпускником Московского университета Министерства внутренних дел Вы думаете, он там учился? В статусе депутата Государственной Думы? В течение четырех лет он там учился С 2003 по 2007 Вранье! Это тоже фикция Время прошло, выдали Может, даже задним числом оформили его поступление Что первым, что во втором случае И выдали Якобы у него есть образование Нет, это абсолютно необразованный человек Поэтому у него в мозгу достаточно много места Для негодейских измышлений И он использует свое негодяйство Для того, чтобы быть таким острословцем Который якобы что-то такое знает о нашей жизни О чем сообщает через свои журналистские публикации На самом деле ничего он, конечно, не знает Несомненно, что вот эта еврейская журналистика Это воплощенная русофобия У Розеховского или у Хинштейна Или там у Леонтьева Или у Соловьева Это все антирусская журналистика Поэтому она и так привечается Ныне действующим политическим режимом Потому что ненависть к русским является его стержнем И Хинштейн известен тем, что в 2007 году Вот он прославился публикацией Шесть мгновений русского фашизма Якобы в России какой-то может быть русский фашизм Германский фашизм Это тоже такой искаженный термин Германский национал-социализм На самом деле никаких фашистских, немецко-фашистских войск не было Это пропагандистский такой вот оборот Ну проще без слова социализм-то было обходиться Сталинским агитатором Поэтому они слово национал-социализм заменили словом фашизм Фашизм относится к фашистской партии Муссолини в Италии Русского фашизма нет и никогда не было Но Хинштейну и его хозяевам, конечно, хотелось бы, чтобы русский фашизм был И они как бы уже доказали тем верхам русофобским во главе Сначала с Ельциным, потом с Путиным Что русский фашизм есть и с ним надо бороться Вот одна из его ключевых публикаций Прославившего его, конечно, не в наших, не в русских глазах А в глазах его хозяев и вот этой русофобской верхушки Которая перетекла с советских времен во времена постсоветские И эта публикация сделала карьеру Хинштейну Он высказался так в 2012 году Я против любого национализма в стране, победившей фашизм Молодчики не должны зиговать на маршах хотя бы в память 30 миллионов погибших Хотя бы в память 30 миллионов У нас нет никакого фашизма Да, есть отдельные отморозки, которые ходят там, скажем, на русском марше Специально, чтобы осквернить его, чтобы нахулиганить, чтобы подставить кого-то под репрессии Зиговали Да, их было очень немного Это были единицы, тем не менее, такие люди были Причем здесь национализм? Ну, абсолютно ни при чем Ну, назвали бы хотя бы, назвал бы Хинштейн нацизмом или там фашизмом Но это он назвал против любого национализма То есть на самом деле Вот эти вот люди, которые ходят, зигуют, там свастики рисуют и так далее Вот эта молодежная тусовка шизофреническая Она очень выгодна таким, как Хинштейн Потому что он распространяет вот эту шизофрению на русских националистов То есть на русский национализм, на идею русского национального возрождения Вот для чего и нужен Хинштейн и подобные ему И поэтому он занимается клеветнической пропагандой Сегодня ему поручено, он сделает И вот что пишут о Хинштейне, откуда его известность, почему его раскрутили Абсолютно бездарная на самом деле личность, абсолютно пустозвон Как это вот он раскрутил все и такие публикации Как будто, знаете, он вот в какие-то досье там заглядывал и так далее Вот один из авторов в интернете пишет Такой вот безымянный автор Который пытается как-то сформулировать В чем секрет карьерного успеха Хинштейна Алик Хинштейн наилучшим образом подходил для раскрутки Отставники спецслужб, которые занимались специфическим бизнесом Людей их круга, крышеванием Наткнулись на Хинштейна Почитав его интервью с главой президентской администрации Сергеем Филатовым Хинштейн, будто угадав идеологические запросы отставников Представил Филатова полным ничтожеством Алик, как принято говорить в определенных кругах Имеет диагноз То есть натуральную болезнь шизофрению От которого он неоднократно лечился в различных психиатрических клиниках Шизофрения, детский тип, течение непрерывное с обострениями, аффективный синдром Это прочитали старые габульники в медицинской карточке Алика и сказали Боже, какой полезный мальчик Ну действительно, Хинштейн дошел даже до того, чтобы отмести эти обвинения Специально лег в психиатрическую клинику И выписался оттуда с диагнозом, что он абсолютно здоров Ну вот здоровому человеку, мне, вам Придет ли ум пойти выяснять, здоров ли я Здоровому человеку не надо выяснять по поводу себя Здоров ли он психически Он психически здоров А вот Хинштейну понадобилось Он был вообще-то у другого хозяина до пришествия Путина Поэтому, когда его попросили, вот эта чекистская мафия Она начала борьбу с Лужковым Лужков начал борьбу с чекистами, кто захватит государственную власть И там, и там, в общем-то, Лужков с еврейской мафией Чекисты тоже связаны с еврейской мафией Но вот 99-й год был переломным И тогда Хинштейн писал о Путине О Путине он писал в 99-м году Галупом по Европам, вот так это называется За полгода, не то чтобы вникнуть в вазы работы Немецкий язык и то выучить невозможно Но у президента Ельцина оценки другие На всех должностях он действовал уверенно и твердо Добивался хороших результатов Что ж, давайте посмотрим на хорошие результаты Именно Путин руководил предвыборной компанией Собчака В результате Собчак выборы проиграл Вскоре был вынужден бежать за рубеж Хорошо, что еще не в женской одежде Не лучше обстоят дела и в ФСБ, в ведомстве Которым он руководил целый год Самый осязаемый из результатов Путина Смена чекистской команды Благодаря ему за борт были выброшены многие профессионалы Об этом Хинштейн писал в газете «Красное знамя» 13 августа 1999 года Обслуживал интересы антипутинские Или противочекистские Московский комсомолец всегда был на службе у Лужкова Ну, как Лужков слинял Хозяева сменились И тогда же, в 1999 году Когда Путин под покровительством Березовского Был вытащен во власть На серьезные должности Тогда же эта шавка Хинштейн публиковала ряд статей Направленных против Березовского И его спецслужбы частного охранного предприятия «Атолл» В январе 1999 года, после публикации статьи Хинштейна Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело И провела серию обысков в «Атолле» Но ничего не нашла Понятно, тогда вот это столкновение прошло 1999 год Разные колонны номенклатуры негодяев, которые грабили страну Шли в Государственную Думу Они туда пришли Единство Путина и Лужковское Отечество, вся Россия Вот все они там объединились Вроде как были враждебны, а потом договорились Лужков пытался вытолкнуть в президентскую кампанию Примакова против Путина Но за кулисами договорились Все эти люди Лужков, это еврейская шпана Послевоенная московская безотцовщина Киршбалат Примаков тоже оттуда И вот Хинштейн, Березовский, вот все это вот кодло так вот там кипело Русских интересов там не было Поэтому приход Путина к власти Это приход к власти одной из конкурирующих группировок Которые ни в какой мере не могли следовать русским национальным интересам Вообще Россия для них нужна была только как средство кормления Место, где они занимаются грабежом А все их интересы там, где они покупают себе виллы Там, где они содержат счета Туда переводят резервные фонды, которые будут считаться закрепленными за ними И если их отсюда вдруг выпрут, то эти деньги ведь не отдадут русской национальной власти Правильно? Поэтому мы и требуем вернить все назад Вместе с наворованным олигархами Вот сейчас там Минфин Соединенных Штатов опубликовал В общем, все, кто находится вокруг Путина Это сплошное варье Сплошное варье Мы говорим, отнимайте у них капитал и возвращайте в Россию Ну, долю там себе оставьте А так там принято как-то там делить Третью, то ли половину оставляют Там, где вскрыты все эти нарушения Все-таки возвращают национальному правительству Уничтожение варья для нас является, конечно, стратегической задачей Ну, а Хинштейн обслуживает это варье Так вот, еще, кроме того, в 99-м году Хинштейн привлекался к уголовной ответственности За подделку документов Тогда он, вот эти шашни у него были с чекистами Античекистами, разными чекистскими группировками 14 мая 99-го года он был задержан сотрудниками ГИБДД После нарушения им правил дорожного движения Во время проверки документов предъявил сотрудникам Поддельное удостоверение капитана уголовного розыска Матвеева Александра Евгеньевича Выданное ГУВД Москвы Ну, это и говорит о том, что он состоял в команде Лужкова Раз такое удостоверение возможно было получить И даже известен номер удостоверения 03726 При осмотре автомобиля обнаружили еще ряд поддельных документов В результате Хинштейна доставили в ОВД Покровской-Стрешню Где он был задержан по статье 122 УПК РФ И отправлен в изолятор временного содержания Но в 2000 году, когда состоялся государственный переворот И Путин захватил власть Дело было закрыто Следственным комитетом МВД В связи с тем, что совершенные Хинштейном деяния Не представляют особой общественной опасности И не повлекли тяжких последствий Ничего себе В связи с данным уголовным делом В ряде средств массовой информации Повелись сведения о связях Хинштейна со спецслужбами Ну, то, что такая связь есть Это никто уже и не сомневается Исходя из тех публикаций, которые были у Хинштейна Ну, не сам же он проводил журналистские расследования Не сам же собирал материалы на Березовского Или там на Рушайла Еще там на кого-то Это все, конечно, были внутренние разборки Он как сливной бачок И мерзостная газета Московский комсомолец Вот такую службу всегда И служила так называемым нашим спецслужбам Конечно, не нашим Они никакие не наши Абсолютно чуждые Это изменники, предатели Родины Так называемые чекисты Они продолжают дело большевиков Дело изничтожения русского народа И уничтожения России В 2014 году на борту самолета, следовавшего из минеральных вод В Москву Произошла ссора между депутатом Госдумы Хинштейном И бортпроводниками самолета Сначала из-за опоздания высокопоставленного пассажира Ну, представьте, депутаты Госдумы Всего лишь на все Пришлось задержать рейс на 10 минут Я не представляю такого Он был депутатом Государственной Думы Но мне в голову не приходило Как-то задержать рейс какого-то самолета Да это и невозможно Это возможно только если ты там Звонишь какому-нибудь высокопоставленному чиновнику И почему-то ты с ним на дружеской ноге И он говорит Хорошо, хорошо, я придержу тут самолет Ну, не мог я, как депутат Государственной Думы Куда-либо обратиться, чтобы ради меня задержали самолет А Хинштейну можно И вот он в полном представлении О своей безграничной власти Над нами, над Гоями Он считал, что он вправе И задержать самолет И нахамить его бортпроводникам Во время полета Депутат Государственной Думы От Единой России Устраивал ссоры с проводниками Даже когда самолет начал заходить на посадку Депутат не успокоился Вопреки требованиям экипажа Занять свое место И пристегнуть ремень Он продолжал споры И стоял в проходе В избежание дальнейших инцидентов Полицейские проводили После того, как самолет приземлился Депутата до выхода в аэропорт В 2014 году В партии Единой России Обсуждался вопрос о членстве Хинштейна В президиуме Госсовета После этого инцидента На борту самолета Следственный комитет Обвинил его в мелком хулиганстве И невыполнении требований экипажа Следователи увидели В действиях Хинштейна Признаки административного нарушения И обратились в Госдуму С просьбой Лишить его депутатской неприкосновенности Но Генпрокуратура Отказалась направить В соответствующий запрос Почему бы это? А все потому Потому что это свой Для нас по закону А для них все что угодно Все что угодно Хами, издевайся, глумись Все что угодно И Хинштейн сейчас В избирательной кампании Выступает против Грудинина Именно так он знает Что ему море по колено Но придет время Море будет И с головушкой Господин Хинштейн Ну что ж В 2003 году Избран был от Нижегородской области Хинштейн Депутатом Государственной Думы И был председателем комиссии По борьбе с коррупцией При администрации Губернатора Нижегородской области Конечно в этом деле Ничего не понимая С коррупцией он никогда не боролся Он только Публиковал то Что ему предлагали Те кому нужно было Кого-то полить грязью Кого-то снять И во внутренних разборках Во всей этой Мишанине Которая к нам Конечно никого отношения не имеет Приобрести себе Какие-то Карьерные Или денежные выгоды Он был член фракции Единая Россия Заместителем председателя Думского комитета По промышленности Строительству И наукоемким технологиям В чем он абсолютно Не разбирается Членом Думской комиссии По противодействию коррупции Не занимался этим никогда По вопросам применения Избирательного законодательства Исток фальсификации Занимался Это может быть Сопредседателем Рабочей группы По изучению практики Расходования бюджетных средств В чем он абсолютно Ничего не понимает Но видимо к деньгам Его очень сильно тянуло И значит Бюджетных средств Направляемых на финансирование Дорожного строительства Инвестиции в дорожное строительство Железнодорожник железный Член межфракционного Депутатского объединения Авиации Космонавтика в России Наверное в космос Еще хотел полететь Но бывает такое Заместитель председателя Комиссии парламентского собрания Союза Белоруссии и России По информационной политике И взаимодействию С общественными объединениями Где он естественно Ничего не делал Потому что в этом Не понимает абсолютно ничего С общественными объединениями С кем он Ну может с еврейскими общинами Он имел какое-то отношение С другими общественными объединениями Навряд ли В 2007 году Был повторно избран Государственную Думу По спискам Единой России Снова по Нижегородской области Был членом комитета По промышленности Председателем подкомитета По автомобильной промышленности Я думаю что надо было По железным дорогам Все таки специализироваться Членом комиссии По законодательному По законодательному обеспечению Противодействия коррупции Нулевой результат Нулевой результат Вот он два сезона Занимался борьбой с коррупцией Нулевой результат В 2011 году Избран в Гудум По спискам Единой России От Самарской области Ну почему-то что-то там у него В Нижегородской Не сложилось И этим все объяснялось В Госдуме 6 созыва Заместитель председателя Комитета по безопасности И противодействию коррупции Снова нулевые результаты Член трехсторонней комиссии По рассмотрению бюджета Опять тянет к деньгам В которых он Финансов не разбирает совершенно Но видимо деньги так привлекательны Инициировал более 100 законопроектов Но это все вранье Я прекрасно знаю Что он пишет законы что ли Да это не царское дело С 2006 года Активно занимался проблемой Обманутых дольщиков Результат нулевой Как мы видим Инициировал ряд законов В этом направлении Результат нулевой Возглавлял рабочую группу Партии Единая Россия По защите прав вкладчиков И дольщиков Результат нулевой Занимался координацией работы По решению проблем Пострадавших граждан Результат нулевой В 12-м году Хинштейн Передал в Генпрокуратуру Списки пользователей Твиттера и Фейсбука Которые как он считал Призывали в сети к насилию В отношении бойцов ОМОНа И к убийству президента Путина Больше всего в списке Ультраправых и националистов При этом депутат Дал ссылки Только на аккаунты микроблогов И пользователей Фейсбук Не уточняя кто именно их вел Это просто донос То есть грязный доносчик Вот и все Вот кто такой Хинштейн Грязный доносчик Он отказывался от участия В праймерс Единой России Перед выборами в 16-м году Из-за ссоры с властями регионов Отмечалось, что у Хинштейна Сложились натянутые отношения С региональными элитами Самарской и Нижегородской области Ну в общем везде, где он появлялся Везде натянутые отношения Ну потому что шизофреник Что поделаешь А также возникли разногласия С руководством Единой России В мае 16-го года Он перешел на должность Советника по СМИ Секретаря агентсовета Партии Единая Россия Сергей Неверова Взял Неверов его Под свое крыло В 10-м году Глава Следственного комитета При прокуратуре России Несколько раньше Обратился к Хинштейну С предложением Возглавить управление Собственной безопасности Ведомства Ну надо же На каком уровне Ведутся разговоры С этим ничтожеством С этим существом Ну видимо И сам Бастрыкин Такое же ничтожество Посмотрите на него Ну и точно такое же Ничтожество Зотов Росгвардия Который в 2016 году Назначил Хинштейна советником Директора Федеральной службы Войск Национальной гвардии Российской Федерации В качестве Федерального государственного чиновника То есть это должность Государственная Вот теперь этот Человек порочащий Государство Вообще государственную власть Выходит В прямой эфир И начинает Разглагольствовать Не о своих Должностных Достижениях А о том Кто такой Павел Грудинин И поливать его грязью Да вы сами Грязное существо Господин Хинштейн И всякому порядочному человеку Это видно И очевидно Он курирует Вопросы нормативно-правового Регулирования В чем он ничего не понимает Идеологической Пропагандистской Информационной работой У нас оказывается Есть идеологическая работа В Росгвардии Вы представляете себе Вот в Конституции написано Что не может быть Никакой идеологии Государства А в Росгвардии может Почему бы и нет Какая-то идеология Кстати Ну кроме русофобии Там никакой другой идеологии У Хинштейна быть не может И в 18-м году Вот только что Он вообще такой специалист Книжки какие-то пишет Представил он книгу Конец Атлантиды Почему Путин Никогда не станет Горбачевым При чем здесь Атлантида Какая связь между Горбачевым И Путиным Да ровным счетом Никакой Ну надо же вылезать Задницу начальству Вот в этом деле Хинштейн специалист По его словам Книга является Своеобразным исследованием В жанре Альтернативной истории Которая с другой стороны Раскрывает причины И последствия Развала Советского Союза И социальный катаклизм 90-х годов В чем разумеется Хинштейн абсолютно Ничего не понимает Зато он собрал в книге Многочисленные Социально-экономические расчеты А что такое Бывают такие расчеты Социально-экономические расчеты Вот уж не знал данные Бывают насчет расчетов Как-то никогда не встречал И свидетельства очевидцев Тех событий Как отечественной Так и с западной стороны Читатель найдет в книге Массу документов Которые ранее никогда не публиковались Откуда бы Хинштейн взял эти документы Когда он вообще мог их собирать Ну понятно, что из него Высасывают статус писателя Он теперь будет у нас писателем Ну как вот Стариков Стал писателем Ни черта не понимая В исторической науке Вот он написал Кучу всякого исторического бреда Его раскрутили В средствах массовой информации И тоже пытались Из него сделать писателя А из писателя Известного политического деятеля Не получилось Ну вот Хинштейн Тоже предпринимает Такие же попытки Тоже с помощью спецслужб Раскручивают его как писателя Как историка Как исследователя Он не исследователь Не историк Не ученый Не писатель И даже не журналист Просто триполог Ну что ж Александр Хинштейн Заслужил у этого русофобского режима Много чего заслужил Он член Союза журналистов Российской Федерации Понятно Это группировка Известных русофобов Союза журналистов Города Москвы Лауреат многих премий Золотое перо России Лучшие перья России Премия Артема Боровика И характеристические Такие Характеризующие премии Премия ФСБ За лучшее произведение Литературы и искусства В номинации Художественной литературы И журналистики ФСБ присваивает Представьте себе Там оказывается Сидят такие читатели Которые подряд там читают Все И вот находят Вот за книгу Подземелья Лубянки Ну какая-то чушь собачья Конечно никто читать это не будет Но вот ФСБ Надо было его как-то прославить Прославили И заодно показали Его связь со спецслужбами Премия города Москвы В области журналистики Премия МВД России За лучшее произведение О деятельности органов Подразделений И служб МВД Радость-то какая То есть наврать Это ради бог Это к Хинштейну А кто у него заказывает вранье МВД ФСБ Вот кто Член президиума Ассоциации юристов России Не юрист Но член президиума Член наблюдательного совета Российской шахматной федерации Он вообще едва и четыре знает Что-то сомнительно Никаких сведений о том Что он вообще хоть когда-нибудь Играл в шахматы Но член федерации Член президиума Генерального совета Партии Единая Россия Правда При переходе в Росгвардию Приостановил свое членство Как будто бы В уставе Партии Единая Россия Есть такой вот Термин Приостановить свое членство Что это такое Либо ты в партии Либо ты не в партии Как можно приостановить свое членство Вышел из партии Написал заявление Ушел Нет У них есть вот такие Своеобразные Приостановил В 2009 году Включен в кадровый резерв Управленческих кадров Находящихся под патронажем Президента России Президентский резерв Так что это Путинский кадр Мы должны четко знать Если Выходит куда-то на Информационную арену Хинштейн Он говорит Словами Путина И то грязь Которую льет он На Грудинина Это и есть Грязь исходящая Лично от Владимира Владимировича Путина И другие заслуги Хинштейна От этого Гнусного режима 1994 год Медаль Защитнику Свободной России 1997 год Медаль В память 850-летия Москвы Все это Московские Понятные награды В 2003 году Вот он Стал депутатом Медаль Ордена За заслуги Перед Отечеством Какие у него заслуги Ровным счетом Никаких Но медаль От этого режима Видимо Какое-то у них Своё собственное Отечество есть В 2003 же году Медаль В память 300-летия Санкт-Петербурга В 2006 году Премия ФСБ Которая я говорил Орден почета Тогда же В 2006 году За что почет Непонятно За грязные публикации Больше не за что В 2012 году Благодарность Президента Российской Федерации Примерно в то же время Медаль РПЦ Святого благоверного Князя Даниила Московского Какое позорище Для всех Православных Верующих Это просто Какие-то должны быть Переживания Очень такие Негативного Свойства Когда вот Таким подонкам Дают церковные Ордена В 2015 году Почетный знак Государственной Думы За заслуги В развитии Парламентаризма Чем он конечно Никогда не занимался Медаль ордена Русской православной Церкви Святого Равноапостольного Князя Владимира В 2015 году Позор Орден за заслуги Перед Отечеством Четвертой степени В 2017 году За достигнутые Трудовые успехи Активную Общественную деятельность И многолетнюю Добросовестную работу Чего не было Зато и награждают Но как еще В Путинской России Только так Также награжден Ведомственными наградами ФСБ МВД Федеральной службой Войск национальной гвардии ФСО Минюста ГТК России ФАПСИ Спецстроя России Генеральной прокуратуры Федеральной миграционной службы Министерства обороны МЧС ФСКН ГФС Черт знает что это Не знаю ФСИН ФСПП Не знают Или ФССП Не знаю что такое И железнодорожных войск России Настоящий такой Махровый Железнодорожник Ну и почетный гражданин Нижегородских Всяких там Балахных Городца Шахуньи За Волжье Воскресенского Семенского Володарского Ветлушского Увренского Районов То есть Ну просто Облизан со всех сторон И со стороны Нижнего Новгорода Самары Со стороны Кремля Со стороны всех Спецслужб Ну просто Незаменимый Негодяй Для всех Негодяев Которых собрал Путин В государственную службу Ну а мы русские люди Конечно не верим Ни единому слову Хинштейна Считаем его негодяем Всех его начальников Всех его благодетелей Мы считаем Подонками Выродками Которые всю свою деятельность Направляют против нас Против нас Русских Против русского народа И России И время придет Расплатиться За все свое негодяйство Россию Русскую власть Редактор субтитров А.Семкин